Приветствую вас, мои дорогие весы! Это ваш расклад на октябрь месяц. И первая карта, мои дорогие, для вас. Пятерка мечей. Пятерка мечей показывает, что у вас, знаете, тянется какая-то ситуация из прошлого, где вы, у вас, знаете, страхи есть, то, что эта ситуация может у вас повториться заново. И я здесь могу сказать то, что по этой карте больше всего эта проблема ушла в прошлом, но вы все-таки боитесь, вы все-таки не даете возможность, как это, чтобы было в прошлом, а тянете вот в настоящем. Следующая карта, мои дорогие весы, для вас. Это королева Пентакли. Королева Пентакли, здесь может быть то, что у вас было в прошлом какие-то проблемы именно финансы, и вы боитесь то, что вы на данный момент эта проблема может повториться. Еще для кого-то могу то, что я по королеве Пентакли, может быть для кого-то была какая-то именно по здоровью проблема с ногами, и вы сейчас в страхах, то, что эта проблема еще может сейчас повториться, то, что у вас могут появиться какие-то именно проблемы по нижней части. Следующая карта, мои дорогие весы, для вас. Эта карта, я так и оставлю, потому что девятка Пентакли. Девятка Пентакли показывает то, что ваше бездействие, именно ваши страхи вас и приведут вот именно к той состоянии, то, что у вас ничего не происходит, то, что у вас ничего не меняется. Почему я здесь буду касаться темой здоровья? Потому что здесь и показывает то, что я вижу, то, что именно вы боитесь за ваше здоровье, именно боитесь, что вы когда-то в прошлом за ваше здоровье потеряли какие-то финансы, ваши какие-то вот именно стабильности. Хотя на данный момент у вас финансы есть, но вы сидите на страже порядка, вы это боитесь, вы в страхах до сих пор, то, что у вас происходило в прошлом. И почему я даже оставила карту, это верховный жрец. Вот на середину месяца вам удается поверить в себя, поверить в то, что это было, то, что случилось вот с вами, оно должно было случиться. Верить в то, что ничего в жизни не бывает просто так. Верить в ваши возможности, в ваши достижения, которые сейчас у вас есть. И чтобы вы не сидели вот на том месте, где вы сейчас находитесь, потому что вы всё-таки как будто тоскуете по чем-то, вы как будто вспоминаете, что вам что-то было больно, то, что вот она может повториться, то, что я опять не смогу что-то решить. Но здесь показывает вера в себя и приведёт вас к лучшему, к лучшему состоянию. Следующая карта на середине месяца, мои дорогие, для вас – Королева Кобка. Королева Кобка, почему говорю? Если вы будете тянуть эту проблему с прошлого, у вас на середине месяца может появиться именно проблема, ваше состояние, вы можете упасть в депрессию, вы как будто не сможете выходить из этого, то, что вам будет настолько плохо, то, что вы не сможете выйти из этого. Поэтому начинайте верить в себя, что всё в жизни не бывает просто так, и всё в жизни может измениться. И у вас может не то, что вы уже думаете, что что-то плохое может измениться, а знаете, что вы должны думать, что что-то хорошее. Хотя вы мудрые люди, хотя вы знаете ваше внутреннее состояние, вот вы можете это оставить. Следующая карта, мои дорогие, для вас – Король Жезлов. Король Жезлов показывает, что может быть для кого-то, здесь касается то, что именно я скажу для женщины, что может это быть то, что вы вылезли в других отношениях, и вот ваше состояние может повториться опять, вот она может в октябре именно на середину, у вас может эта ситуация повториться из-за чего? Потому что может быть человек появится в вашей жизни, человек сделает какие-то шаги в вашей жизни. Следующая карта, мои дорогие, это на конец месяца. Это четвёрка Пентакли. Четвёрка Пентакли показывает вашу жадность, вашу скупость не по отношению к кому-то, а по отношению именно к вас. Вот для того, чтобы выйти из этого состояния, когда вы вспоминаете ваше прошлое, когда тянете эту проблему в ваши страхи из прошлого, вот именно на конец месяца октября начинайте вот какой-то подарок для себя купить, сходить куда-нибудь отдохнуть, какой-то отдых, даже май, какие-то вот покупки для себя где. Вот не жалейте, потому что у вас вот именно эта жадность, эта скупость и к этой состоянии, которую вы будете вот именно на середине, на начале месяца октября. Следующая карта для вас, мои дорогие, на конец семёрка кубка. А семёрка кубка показывает, убирайте ваши вот эти фантазии, вот эти, знаете, вот эти состояния, которые они вообще вы не проживаете, действительно то, что вы на данный момент проживаете, или там в октябрь месяце, вы должны убирать это, потому что если вы не начнёте убирать всё это, у вас тоже повторится то, что у вас было в прошлом, вы начнёте опять тосковать, вы начнёте опять страдать, плакать, и у вас уже вот всё это произойдёт, потому что вы не можете, знаете, здесь больше, знаете, вот любить себя такой, как есть, начинать ценить такой, радоваться себя, а потом думать про этот мужчина или там то, что у вас было в прошлом. Потому что здесь, может быть, из-за того, что это происходило с каким-то мужчиной, у вас именно пошло проблему по здоровью, и вы начали что-то у вас именно со здоровьем меняться. Следующая карта, мои дорогие, возьмём карта совета, что вам высшие силы подсказывать, мои дорогие весы, для вас. Пятёрка жезлов. Пятёрка жезлов показывает, что вот начинайте убирать, даже если человек какой-то появится в вашей жизни, убирайте, потому что здесь ни к чему хорошего, потому что здесь больше вы начнёте фантазировать, вы начнёте опять внутри себя что-то придумать, что у вас этот человек, что вам будет хорошо, что вы любите этого человека, что это ваша жизнь, что вы не можете без него. Но смотрите, это только ваши иллюзии. Вот то, что ваше именно внутреннее состояние приводит к конфликтам, то, что вы сами страдаете, не кто другой, а вы сами приводите себя в это состояние. Конечно, мои дорогие весы, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канале.